Продолжение следует... Как вы посмотрели ролик, надеюсь, вам понравился ваш ролик. Теперь хотелось бы перейти к нашей презентации. На презентации у нас будет минципалая, скажем так. Вы, наверное, все давно знаете о нашей больнице, потому что наша больница работает на рынке уже очень давно, и многие агентцы с нами уже давно работают, поэтому общая информация уже вам знакома. Поэтому я сегодня хотела бы поделиться с вами реальным примером, в жизни нашего международного отдела, о том, как мы работаем и принимаем зиму пациентов на сегодняшний день. Расскажу вам конкретно один случай, пример, который недавно был в нашей больнице, нашим пациентам, который обратился к нам за лечением. Запрос от этого пациента поступил нам из агентства в конце сентября месяца. Мы получили запрос, и, как это обычно бывает, ознакомились с ним, подготовили, привели всю информацию, все книги, все медицинские выписки, и показали нашему профессору соответствующего отделения по данному заболеванию, по этому пациенту. Этот пациент, он изначально пожаловался на то, что у него была большая, очень значительная потеря массы тела, да, последние несколько лет, и отсутствие аппетита, какие-то трудности в постановке точного диагноза в стране его происхождения. Этот запрос мы обработали, показали профессору, профессор ознакомился и одобрил этот. Запрос сказал, что да, мы ждем этого пациента, пусть приезжает, мы его в право следует и назначим соответствующее лечение. Ну, как вы знаете, уже все эти трудности, которые в начале этого года возникли, наверное, у многих, кто планировал приехать в карьерное лечение, это были две основные трудности, которые существуют на сегодняшний день до сих пор. Первое изменение в законодательстве – это наличие обязательной медицинской визы. То есть все люди, которые хотят приехать в наличие умер-карьеры, обязательно должны получить медицинскую визу. И второй момент – это необходимость прохождения обязательного 14-дневного гарантина. Данные сложности, конечно, многих пугают. И многие люди, на полпыте останавливаясь, не готовы собирать кучу документов для того, чтобы приехать на лечение в карьере. Тем не менее, этот пациент наш лишил их до конца. Почему? Потому что он испытывал соответствующие трудности, и мы не могли поставить диагноз, его заболевание по основным симптомам в его стране. Поэтому данный пациент обратился к нам. Мы подготовили все необходимые документы, в том числе предложения, какие-то наши физические документы для того, чтобы этот пациент мог обратиться в посольство, в консульство своей страны и подать заявление на получение медицинской визу. Что, собственно, пациент и сделал? Обратился в посольство, в консульство своей страны, и на следующий день буквально к нам позвонили. И уточнили о данном пациенте, и сказали, что спросили, действительно ли этот пациент собирается к нам, и действительно ли он настолько серьезно и тяжело уволен, что он дается влечением именно для нас скорее. С нашей стороны, конечно, мы достали полную информацию, раскладку данному пациенту, почему этому пациенту необходимо получить лизу, я не знаю. И в результате этого данному пациенту была облака на лиза буквально на следующий день. Такие случаи тоже бывают. Как вы знаете, вообще занимает сам процесс около 14 дней, тем не менее, здесь пациент мог получить лизу, приехать к нам. По приезду в Канею, мы выносили обсерватор, однако там находился он в 17-15 дней, и по состоянию здоровья вот здесь и к нам в больницу. Он у нас находился в одноместном палате, закрытой, и в этой палате ему предоставляли необходимые следовательные анализы, которые могли доставить именно на этот период. Конечно, основная часть была после того, как он закончил весь период карантина, пребывания в нашей больнице. Пришел в карантин. И мы начали решение, с рекомендацией, да, у нас брать, для того, чтобы этот пациент мог по возвращениям продолжить его лечение, усвенил все лекарства, которые нужны были, остальные какие-то рекомендации, по тому, какие обследования нужно было проходить в его стране, все этот пациент получил. Находился в общей сложности этот пациент у нас около 3,5 недель. В результате после этого следователя у меня выяснилось, что у него нет никакого серьезного заболевания, которое могло привести к снижению нашей тела. Причина была совершенно другого, и причина была достаточно излечимая, можно сказать. Поэтому сейчас этот вопрос времени остался открытым, и после чего недели, по результату получения какого-то необходимого лечения, этот пациент должен восстановиться, поправиться и вернуться в свою клиническую здоровую жизнь. Надо отметить, что этому пациенту мы также предоставили в рамках акции купон на бесплатное проживание в гостинице в городе Зинчон, и несколько суток, дней, этот пациент мог идти со своей тиндой здесь в гостинице, пройти по городу, попробовать корейскую еду, и получил очень много хороших ощущений, воспоминаний, которые он будет хранить, наверное, до контакта в своей жизни. Более того, также этому пациенту мы уже предоставляли бесплатный трансфер, мы его провожали до аэропорта, полностью наш руководитель сопровождал его, эти пациенты очень довольны остались поездкой в Корею, и до сих пор мы находимся на связи с этими людьми, пациентом нашим, время от времени, периодически, насызванились, узнаем, какое он его состояние, как он себя чувствует, нуждались, встали он в чем-либо дополнительное еще, и если есть какие-то вопросы у него, он всегда может быть, динамясь, знали, мы, в свою очередь, уже поможем ему во всем. Если у вас есть какие-то вопросы, действительно может быть деятельность, если нашел неудобного отдела, насчет больницы, то мы готовы получить эти вопросы и дать им ответственные. Продолжение следует... Можно ваши контакты? Ваши контакты? Да, конечно, можно наши контакты, мы их предоставим, и в общую группу в чате вы можете получить наши контакты, связаться с нами и во время. Вы помогаете в оформлении визы для сопровождающего. Вы можете туда смотреть, я вот просто открываю. Интерклиника, Анастасия, задавайте вопрос. Мы выставляем последние документы пациенту, которые хотели бы попроситься в контакт, чтобы получить визу. Естественно, сопровождающее лицо подает документы вместе с этим пациентом, и до сих пор у нас помимо этого пациента есть еще пациент, который в настоящее время также приехал и также находится у нас в больнице в лечении, то есть схема стандартная, получается пациент визу на себя и на сопровождающего лица. Пока никакой информации о снятии ограничений, насколько у меня здесь нет. Как только они будут, я надеюсь, мы поделимся этой информацией с вами. А по поводу вопроса о видах опухолей, для которых можно использовать аппарат для радиотерапии, который есть в нашей больнице, более подробную информацию мы вам подготовим и отправим либо в чат, либо если вы оставите свои контакты, мы отправим индивидуально, персонально вам, письме, и доставим более развернутую информацию. Еще один вопрос, вот такой вопрос. Во-первых, видно. Во-первых, визу мы не оформляем, мы предоставляем только документы для того, чтобы пациент мог подать заявление на подачу, на получение визы медицинской. А вопрос о том, в течение какого времени будет предоставлена виза, решает уже концевисто. В данном случае, когда я рассказывала про нашего пациента, у нее был индивидуальный случай по ее состоянию. Сотрудники консульства поняли, что ей очень срочно нужно получить эту визу и предоставили ее быстро. Хорошо, мы предоставим вам информацию. Да, по лучевой терапии мы также подготовим информацию и предоставим в письменном виде вам на электронной почте. Да, для первичных пациентов мы тоже выдаем документы, но сначала нам нужно ознакомиться, получить информацию о данном пациенте, вообще, какое у него заболевание, в связи с чем он планирует приехать на лечение в Корею. Я думаю, если вы отдельно напишите нам и распишите полностью всю информацию, всю ситуацию о том, в связи с чем планирует пациент приехать, то мы предоставим вам более подробный и детальный ответ. Вам спасибо за вопрос. Да, в нашей больнице есть отдельный детский репетиционный центр, где работают непосредственно с детьми. Вы видели в видеоролике. Работаем также с детьми ДСП. Но касательно получения флоты не совсем понятно, потому что, насколько мне известно, иностранных пациентов, иностранных пациентов не участвуют в поучении, то, может быть, имеется в виду предоставительные программы. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, что участвовали активно и вы слышали презентацию, и вбивали вопросы. Я надеюсь, что мы еще с вами будем общаться, вы будете направлять свои запросы, если они у вас будут к нам в больницу, потому что контактные данные у вас будут отправлены сейчас. Спасибо большое. Чего надо? Чего? Спасибо. Продолжение следует...